Я вас приветствую, дорогие друзья, подписчики моего канала, зрители моего канала, кто не подписался, обязательно, ребята, подписывайтесь на мой канал. Ну и по традиции, все ставим класс вверх. Палец вверх. Перед началом ролика хотел бы поблагодарить всех тех, кто ставит лайки и пишет свои комментарии. Ну и на дворе у нас сегодня 15 октября, это значит, что уже скоро зима. Видео записываю я в данный момент, так как сегодня первый ремонт у меня принесли, снегоуборочную машину. То есть это значит, что уже люди достают снегоуборочную, подготавливают. Ну и потолкуем о снегоуборщиках, там немножко я расскажу, что правильно сейчас в самом начале делать, как их завести. Вспомним старое, у кого снегоуборщиков нету для вас, это будет вообще хорошая информация. Ну и также я оставлю ссылку в описании на старые видео, которые у меня есть для новичков. Сегодня принесли снегоуборочную машину, они разбирали ее 2 недели, они мучились, ничего не смогли завести. Короче, я разобрал ее, через полчаса я им позвонил, они приехали, обратно забрали. Там очень все просто было, но для них это оказывается, они там до самых поршней добрались. То есть человек выходит, то есть как с чего начинается сейчас подготовка снегоуборщика. Если вы его не консервировали, соответственно, значит вы просто засунули его в гараж, он стоит у вас. Также человек вот этот, который принес на ремонт, у него все то же самое было. Короче, он приходит в гараж, открывает гараж, вытаскивает снегоуборщик, дергает, он не заводится. Ну, он там ремонтировал, ремонтировал, не стал, не вдавался в подробности, что он там делал. Короче, позвонил, говорит, можно привезти, привозить. Все, вот человек привез снегоуборщика, я бензин старый сливаю, новый заливаю, дергаю за кикстартер, он не заводится. Это снегоуборщик, хетеровский, четырехтысячный. Заменил свечку, так как бывает искра есть, но такт искры не такой, и снегоуборщик просто-напросто не заводится. Бывает такое, то есть ты дергаешь за кикстартер, смотришь на искру, она вроде и есть, он должен завестись, но не заводится. То есть свеча прошивает, неправильную искру так дает, и поэтому не заводится. Новую свечку поставил, не заводится. Слив старый бензин, думаю, как бы все лето простоял, думаю, мало ли, что-то октаново число снизилось, и может, не знаю я, из-за чего он не заводится может. Короче, сливая старый бензин, новый бензин заливая, не заводится. Но я с самого простого, я сразу в двигатель не полез, откручиваю карбюратор, снимаю отстойник, который на карбюраторе. Там один болт посередине, откручиваешь, отстойничек снимается. И там поплавкова камера, где поплавкова камера сбоку получается, там такой клапунок, он закрывает подачу бензина. То есть если в камера бензина вот этот отстойничек полный набирается, поплавок вверх поднимается, он закрывает, получается, вот этот вот шток, он закрывает подачу бензина, вот куда приходит. Если в камера пустая, то есть двигатель работает, бензин уходит, соответственно, поповковая камера вниз отпускается, и, соответственно, бензин попадает. Ну и, значит, снимаю я отстойник такой, смотрю поповковую камеру, всё рассматриваю, и смотрю, что вот эта иголка, которая закрывает, получается, подача бензина, она просто-напросто там заживела. То есть я поповок этот снял, убрал, шток этот зачистил аккуратненько, руками просто промыл, скарбом, руками вытер его и на место поставил. Обратно это всё собрал, за кикстартер дёрнул, двигатель завёлся без проблем. Вот такой вот нюанс произошёл. Ну и так как у нас сейчас скоро зима, я думаю, вам всем предстоит, у кого снегоуборочные машины есть, вам придётся их заводить. С какими-то нюансами вы, возможно, встретитесь. Ну и хотел бы вам напомнить, что у меня есть WhatsApp, видеосвязь, то есть вы можете мне позвонить на WhatsApp. Если какие-то у вас проблемы будут там со снегоуборочной машиной, вы сможете завести или тому подобное, то вы можете без проблем ко мне обратиться на WhatsApp. Мы с вами обговорим определённое время, созвонимся, и я вам помогу его, в принципе, завести. По зиме, по прошлой зиме, ну очень много людям, прям много людям я очень помог. То есть заводили без проблем, всё, на видео себя созвонили, всё, там вплоть до поршней мы прям весь двигатель разбирали. То есть я вам рассказываю, что делать, говорю, там вот это, вот это открутите, вы это делаете. Мы всё это с вами, короче, делаем, и у вас снегоуборщик работает, вы его заводите. Так что имейте в виду, если какие-то поломки будут вам нерешимы, то можете без проблем обратиться ко мне на WhatsApp. Вот. Ну и давайте начнём тогда, с чего всё начинается. То есть вы выкатываете снегоуборщик. Я вам поэтапно расскажу, как правильно сейчас в данный момент его завести, в случае того, если вы не знаете. Но я думаю, это для некоторых информация будет новая и полезная. Значит, вы выкатываете снегоуборщик в машину, включаете зажигание на ON. Есть OFF, есть ON. На ON зажигание включаете, подходите к воздушному фильтру. Есть верхняя заслонка, есть нижняя заслонка. Вы верхнюю заслонку поворачиваете в левую сторону. То есть вы заслонку закрываете для обогащения смеси, чтобы обогащённая смесь была. Внизу, которая заслонка, вы её в правую сторону открываете. Это бензобак. То есть вы, получается, бензобак открываете на карбюраторе, верхнюю заслонку влево закрываете и заводите. Пару раз дёрнули кикстартер, двигатель завёлся, вы заслонку верхнюю потихоньку открываете. Это будет... Он работает так нестабильно на обогащённой смеси. То есть, когда вы заслонку вправо потом подвинете, верхнюю, он у вас выровенит оборот и будет работать нормально. Ну да, праймер ещё есть. Там праймера, можете праймером подкачать. То есть, это красная такая кнопочка и подкачка бензина, грубо говоря. То есть, это для быстрого запуска. То есть, вы подкачали, бензин уже попал в карбюратор, раз и завили. В случае, если фон не заводится, какие действия? То есть, изначально, смотрите, включили ли вы зажигание, нет. То есть, выкручиваете свечку, опять-таки, проверяете искру, искры нет, убедитесь, включено ли зажигание или нет. Всё, если включено зажигание, искра должна быть по-любому, но её нет, вы меняете свечку. Если свечка у вас всё нормально, искра подаёт, попробуйте другую свечку. Поставьте с мотоблока, снимите, я не знаю, или сходите купите новую свечку, попробуйте обязательно. Свечку новую поставили, если всё работает, ну, всё хорошо, значит. Если их не заводится, значит, разбираем карбюратор. Снимаем сначала, первым делом, снимаем шлангочку с карбюратора и смотрим на течь бензина. То есть, с бака бежит ли бензин. То есть, вы шлангу выдернули от карбюратора и смотрите, бежит ли бензин. Если оттуда бензин не бежит, либо его там нет, то вообще он пустой у вас бак, либо просто фильтр уже забился, то есть, заржавел, грубо говоря. Там металл ржавеет, все частицы попадают, ну и, соответственно, он забивается. Вот. Далее. Вы здесь посмотрели, бензин текёт, разбирайте. Сначала я первым делом отстойник. Сейчас только что я рассказывал пример. То есть, вот вам пример, пожалуйста. Разберите, посмотрите, почищите, обратно соберите. Посмотрите, бензин поступает, нет. То есть, как это проверить? Шлангочку на место карбюратора поставьте. Отстойник этот открутите и не трогайте по пухову камеру. Если фон будет опущен, и бензин должен бежать. Если фон вверх, когда поднято будет полностью, соответственно, бензин не будет бежать. То есть, вы проверьте, поступает ли бензин вообще в карбюратор. Ну, это вот самые простые нюансы. То есть, вы вот это всё проверяете. И, соответственно, у вас всё должно работать. То есть, если у вас бензин поступает, искра есть, соответственно, он должен завестись. Это элементарные такие проблемы. Дальше уже это нужно... Звоните мне, скорее всего. Мой номер телефона 8705-419-9403 ватсап. А также я оставлю его в комментариях, этот номер обязательно. Если что, обращайтесь. Ну, вот как-то так. Обязательно я считаю, что нужно слить масло, если вы не меняли его более двух лет. Это прям я советую вам. Так как масло там уже с водой, с конденсатом, это всё. У нас уже отработанное. Я советую вам поменять. Оно стоит там 300 рублей. Как бы можете заменить его, и никаких проблем на будущее не будет. Вот. Ну и, в принципе, я считаю наш ролик заканчивать. Пишите свои обязательные комментарии, откуда вы, какой у вас снеговый уборщик. Давайте будем общаться заново. Уже зима. Снова YouTube в деле. Будем общаться. Какие у кого что проблемы. Пишите, между собой общайтесь. Также в комментариях можете между собой разговаривать. У кого-то что-то спрашивать, интересоваться. Как бы между собой общайтесь тоже. Вот. Ну и всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Следующее видео я выпущу, как я разбираю полностью снегоуборщину машину, а именно двигатель. Ну и, соответственно, будем смотреть, разбирать. И всё это будем вам показать. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok